Приветствую всех! Не так давно я рассказывал о притоповой модели плеера Shanlin M6 Pro. И успех шестой линейки не заставил себя долго ждать. И производитель решил расширять модельный ряд еще выше. Сейчас у меня в руках долгожданная новинка. Флагманская модель со сменными аудиоразъемами Shanlin M8. Премиальный уровень чувствуется сразу, как только берем коробку в руки. Открыв транспортировочную картонную, приятно удивляешься, увидев деревянный кейс из ореха, который по-богатому смотрится. Внутри уложен сам плеер и кожаный чехол со сменными разъемами. Осторожно подняв плеер, можно добраться до нижнего яруса упаковки, где лежит USB кабель, защитные пленки и инструкция. В дизайне M8 нет ничего нового. Это все тот же металлический корпус M-линейки с закругленными и скошенными боками для комфортного использования. Когда впервые берешь плеер в руку, кажется, что он будет тяжелее. Но в действительности им приятно пользоваться одной рукой. И он не такой громоздкий и острый, как тот же Astell Kern SP2000. Благодаря скошенным граням, рука идеально упирается в них и нет никакого ощущения, что устройство вот-вот выскользнет. По разъемам все почти по классике. На нижнем торце USB Type-C для зарядки и использования в качестве ЦАПа. Рядом лоток для карт памяти MicroSD. Справа колесико громкости и включения с мелкой шероховатой текстурой, при вращении которого слышны характерные приятные щелчки. На левой грани три кнопки переключения треков. И наконец-то на верхней грани инновация, которую ранее еще не встречал в других плеерах. Это сменные разъемы для наушников. Решение необычное, но благодаря чему производитель смог сохранить относительную компактность плеера. И нафаршировать качественной начинкой по максимуму. При первом часе использования плеера я подумал, что батарейка заглючила. И индикатор показывал все время 98-99%. Но почитав характеристики, стало все понятно. Ведь в данный корпус засунули батарею емкостью 7000 мАч. Что позволяет жить плееру относительно долго на стандартном 3.5 разъеме. У меня это составило чуть более 14-15 часов. Сменные разъемы представляют собой гильзы, которые аккуратно уложены в отдельном чехле. На нижней грани каждой гильзы установлен 7-контактный разъем для передачи сигнала. Каждая гильза оборудована своим разъемом. А именно, 3.5 мм обычный разъем, 3.5 Pro с балансом и балансные 2.5 и 4.4 мм. В комплекте лежит специальный держатель, с помощью которого можно за считанные секунды поменять разъем в плеере. За сам звук отвечают 2 ЦАПа AK4499EQ, которые обеспечивают высокий динамический диапазон и поддержку декодирования до DSD-512. Также проработали и над усилением. В турборежиме мы получаем 840 мВт при нагрузке в 32 Ом на балансном выходе. Плюс, качественные японские генераторы тактовой частоты и запатентированный собственный алгоритм для подавления джиттера обещают нам весьма интересный результат. Также немало внимания уделил производитель и усилению в плеере. Операционная система, как и у его предшественников, построена на базе полноценного андроида с возможностью установки стриминг-сервисов. А для достижения максимального качества сохранили режим Prime, который принудительно завершает работу многих приложений, дабы тот не вмешивался в качество обработки и воспроизведения звука. А для желающих послушать музыку на Bluetooth наушниках, можно добиться максимального качества со встроенной версией 5.0 и поддержкой всех современных кодеков. Благодаря возможностям андроида и встроенного плеера, музыку можно подавать через Wi-Fi с домашнего сервера. Касательно самого звука, сохранен фирменный почерк и бархатистость. Если многие производители пытаются добиться более кристально чистого и детального звука от АК-чипов, то Шанлин – сторонники тембрально-нейтрального и сочного звучания. У M8 звук получился одновременно спокойный, выразительный, в чем-то гладкий и слегка теплый. Само разделение инструментов на хорошем уровне, с отличным построением сцены в глубину и отделением вокала на переднем плане, что хорошо прочувствуется через некоторое время после прогрева. При прослушивании через балансные разъемы, что очень советую делать, в разы повышается мощность, проработка образов, драйв и напор. Любые наушники начинают играть совершенно на новом уровне. После услышанного начинаешь удивляться, как даже недорогие наушники могут так играть. Плеер хорошо сочетается с наушниками, которым присуща небольшая яркость. И установив большую мощность, вы получите лучший динамический диапазон. И при балансном подключении вопрос источника можно закрыть на долгое время. При длительном прослушивании плеер может заметно греться, но это норма для такого устройства. Плюс алюминиевый корпус работает в качестве радиатора. По сравнению с M6 Pro, звук более утонченный и контролируемый. Средний диапазон звучит еще более реалистично. Края диапазона стали более закругленными и при этом выросло пространство между инструментами. Плееры Shenlin уже ассоциируются с теплом звуки, хорошей детальностью и мощностью. M8 не стал исключением. Его мощность способна перекрыть потребности любителей качественного звука и раскрыть потенциал большинства наушников. С этим плеером многие наушники можно слушать долгое время и получать массу удовольствия. А сама картина отполирована и при этом гладкая и теплая. К выбору плеера такой ценовой категории нужно подходить с умом. И перед покупкой настоятельно рекомендую послушать. А сделать это можно в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве, Одессе и Днепре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok